Одна из первых женщин-композиторов в Беларуси, художник-лауреат премии за духовное возрождение. Людмила Шлек, следуя библейскому сказанию, не стала зарывать свой талант в землю, а решила поделиться им с людьми. Время проведения выставки не случайно совпало с Великим постом, ведь духовно наполненное творчество может стать поддержкой многим людям в непростое время. Радостно, что именно в дни поста, когда душа человека становится другой, немножко чище, каждый раз. Может быть, в этом году будет труднее нам преодолеть. Многие люди болеют, многие люди ушли из земной жизни. Но остались те люди, которым надо жить, которым надо уметь найти в себе эту радость. И, возможно, эта выставка поможет обрести эту точку. На большинстве полотен изображена Богородица. Это о ней в православии говорят «светоносная осень». Такое название носит и выставка. Автор считает Божью Матерь своей покровительницей, ведь родилась на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Родилась художником, на мой взгляд, но по воле судьбы стала профессиональным музыкантом. И это у меня очередовалось. Я шла от греческой иконы. Я их очень любила и по светоносности, и сейчас люблю. И мне кажется, моя приверженность к греческой иконе, очень мой такой характер напористый, такой живой. И такая плагальность, как музыканты говорят, русской иконы, спокойность, она, может, мне не совсем свойственна. У меня свойственна динамика. И греческая икона в этом отношении, она очень динамична. Созвучным темой выставки стало выступление хора Святого Скресенского собора города Бреста. И сама Людмила Карповна немалую часть жизни посвятила возрождению церковного пения. А сегодня музыка застыла на её полотнах, в иконописных образах и станковой живописи, которые автор освоила уже в зрелом возрасте. Она известна не только как живописец, но и более известна, скажем, как музыкант, как композитор, главарь премии президента за духовное возрождение именно в этой области. Но, как она сама говорит, она ещё с детства буквально родилась карандашом в руках, и этот интерес к изобразительному искусству, видимо, проявлялся. И её работы, наполненные светом пейзажей и проникновенные иконы, это по-новому зазвучала её музыка, так скажем, живописная. Всего в экспозиции представлено 65 икон и 25 пейзажей. Духовный поиск и наполненные светом творческие работы автора не оставят вас равнодушными. А потому все желающие смогут посетить экспозицию до 2 мая. Продолжение следует... Продолжение следует...